Ох ты ж ёптать! Какая у вас прекрасная рожа, сударыня, но я вообще-то, пожалуй, пойду. Привет, дружочки, мы всё ещё живы, хотя судя по контенту, в ТикТоке и на Ютубе, нас давно должна ебануть какая-нибудь комета. Но я рад, что вы в порядке. Сегодня мы рисуем очень злую и страшную кикимору, это такая нечисть, весьма подлянская, её можно отнести к разряду ведьм, но знаете, жила-была грустная баба, возлежала с крестьянским сыном Иваном, а он женился на Светке с соседнего села. Утопилась обманутая баба и стала кикиморой. Зато теперь квитанции за воду оплачивать не надо. Наша кикимора при жизни возлежала с тремя крестьянскими сыновьями Иванами, поэтому она очень злая. Там где я жил в детстве, так же выглядели местные алкашихи, они тоже были злые, потому что их не пускали в супермаркет. Накидываем перворождённые линии и примерные наброски. Этот рисунок большой по объёму работ, потому что я дурак и сам для себя сделал эти сложности. Всё можно сделать проще, но мы лёгких путей не ищем ведь, да. Лёгкими линиями наносим изумительный макияж на нашу кикимору, и на наших глазах она становится краше, ух, молодеет прямо. Замечательно. Чем же эта милая особа занималась день и ночь в старых повеях? Днём бездельная баба дрыхла в тёмном омуте, где-нибудь среди тенистых водорослей, в самых пучинах рек и озёр. Ночью же она выходила к людям и ушла, рыскала среди домов, выискивая маленьких детишек. Найдя детёр, она уносила его из постельки и вместо него подкладывала полено или кору дерева, а дальше кря-кря. Ну вы поняли. Люди говорили, что её глаза ярко светятся в темноте и хихикают эта сударыня во тьме, сводя с ума оказавшихся рядом неудачливых путников. Через пару секунд эти путники получали пиздюлерии. Но был один выход, можно было догнать хитрую мёртвую бабу и хлестанув её больно осиновым прутом по жопке, отобрать ребёнка. Но у кого кишка не тонка, ночью за покойницей с прутиком бегать. А? Тут даже старина Шварцнеггер со всеми своими пулемётами и гранатомётами облажается. Некоторые трудности вызывают поначалу руки, не могу понять, как же эти когтистые клешни расположить. Пришлось даже посмотреть на сидящего в огороде доктора Попова, но даже это не помогло, так что нарисовал от фонаря и вроде получилось неплохо. Хотя, доктор Попов потом снился мне несколько раз. Проклятые фрики совсем не дают работать, ну что такое, а? При создании нашего маленького шедевра, проводим время за увлекательным весёлым занятием, штриховка, логически создаём понимание того, как будет падать тень, например, на промежножье нашей дамы. Кто это там хихикнул, а? Так вот, штриховка по идее должна быть ровно, спокойно, аккуратной, как ковровая бомбардировка по засевшим в горах братишкам, талибам. Но у меня руки постоянно истерят как у алкоголика и всё, пытаются свалить с нужных траекторий. Но это не смертельно, что бы там ни писали эксперты в интернетах. Периодически возникает пагубное желание посмотреть в телефон, ой а что же там нового в ленте, но не надо отвлекаться, дружочек, это занятие пустое и бесполезное. Надо дорисовать нашу похитительницу детишек, а то и так уже долго сидит и ждёт своего часа. Кикимора могла находиться среди людей только до третьего крика петуха, как только пернатый друг кричал третий раз, нечистое растворялось в воздухе и ветер уносил остатки её образа, словно мираж. Наверное это было больно. Но на следующую ночь, неугомонная проказница снова принималась за своё. Там хихикнет в темноте, тут мужика пьяного на дороге уйдёт по голове, глядишь, уже бежит к реке с чужим детём. Весело раньше жили конечно на селе. Кикимора создание мерзкое, это во мне охуительная чика русалка, ведь у славянских русалок и мавок не всегда рыбий хвост был. Сидит русалка на камне, у реки типа плачет. Идёт мимо мужик, смотрит, о, какая тёлка сочная сидит, дай подкачу. Подходит, а она голову поднимает, а там ох ёбушки, зубы по полметра. Пиздец мужику. А Кикимору сразу видно, только уёбывать успевай. Именно такое мерзкое мы её и пытаемся нарисовать. Заметили, что у меня были проблемы с отрисовкой косы? Это флишбайки от детской травмы, рисовать мешали пару минут. Ну и как не сказать про самое больное место для курочек из категории «Я же мать». Прорисовка детских головёнок, висящих за спиной Кикиморы. Эй, если увижу, что кто-то даже в Голливуде спиздил образ моей Кикиморы, побегу с горящей жепой в суд. Ха. Кстати, вот один охуительный совет. Если вам нужен референс в виде жуткого младенца, просто возьмите фотографию старого советского пупса. Все, наверное, знают эту куклу. Она ведь до усрачки жуткая. Висят головы на верёвочках, смотрят мёртвыми глазами навстречу лунному свету. Славянский ли фольклор прекрасен, там столько всяких обитателей, которых рисовать не перерисовать, я искренне не понимаю, зачем столько надрачивать на аниме, как очень многие это делают, прям перегибая палочку. Когда есть много, чего интересного у себя. Одна полудница чего стоит. Ну ладно, мы то Кикимору рисуем. Почему моя Кикимора с косой? А почему бы нет? Чё, скажите, что таких Кикимор не бывает? А какие тогда бывают? Просто пересекался я с такими товарищами, уверенно утверждавшими, глядя на рисунок вампира, мол, такого вампира не бывает. Ага. Точно. Пошёл нахуй, эксперт с раны, скажи это Фрэнсису Форду Каопполе, Фридриху Мурнау, и многим другим, связанным с жанром вампиристике. Простите, отвлёкся немного. Очень важно направление штриховки, я очень часто не соблюдаю основные правила при этой операции. Как собственно и в этом рисунке, но вредит ли это общей картине? Скорее нет, чем да, так что можно успокоить свои сигнальные огни в основании позвоночника. Всё больше и больше формируется в своём полном ужасе и величии нашей Кикимора. Запаситесь, дружочки, осиновыми прутиками, ибо больше её ничем не отпиздить. Я лично ночью дома посижу. Как пришла идея с этой Кикиморой. Ахазэ дружочки, просто сел вечером, открыл программу. Открыл пиво. Нарисовал глаз. Потом стёр. Нарисовал пиписку. Тоже стёр. Опять нарисовал глаз. И тут произошла раскачка, образ сам по себе начал выстраиваться и в голове и в программе. Вот и всё. Никакого волшебства и никакой музы с длинными волосами и большими сиськами, шепчущие на ушко самые гениальные идеи. Когда лень рисовать, можно просто сесть и начать малевать всякую хрень, хоть роспись свою, хоть жопы, хоть пиписки, неважно, у меня в 80% таких случаев начинает появляться что-то годное. Отрисовываем основные части нашей подопечной, стараясь соблюдать все перспективы и направления теней. Раньше было лучше и проще. Мне было 10 лет, я рисовал домик, траву, бежал, показывал маме, она говорила молодец. Сейчас пишут, что я долбоёб и больной, страдаю травмой детства. Ах ты ж сенегальская проститутка, ха-ха. У нашей кикиморы поза занятой делом фигуры в лесу. Вроде бы присела грибочек срезать, но внизу дружочки мои, не грибочки. Когда дело дойдёт до покраски, многие поймут, что у неё под ногами. Здесь наносятся почти беспорядочные, хаотичные линии спутанной растительности. В ночном лесу можно даже дико орать в монитор, прорисовывая всё это дело, как будто вы охуительно наполненный страстью и порывом творчества художник. Я так не делал. Наоборот, сидел чертил эти закорючки и чёрточки. Пока не возникало стреляющие ощущения в жопке, я вставал и давал ей отдохнуть от кресла. Потом снова садился и накидывал чёрточки. Без чёрточек никуда дружочки. Но и жопку надо беречь. Вот мы и добрались до покраски. Я долго мучился с подборкой цвета, опять и бланя, и устраивая себе трудности. Подбирал какие-то дикие сочетания говна с винилетом. Всё выходило так, будто глаза полоснули ножом, потом ещё сверху швырнули мелких гвоздей. Да, здесь я затупил надолго, исправив потом плачевную ситуацию цветокоррекции. Ну камон, цветокоррекции это тоже навык. А вот что меня приятно порадовало, так это задний фон, путём задрачивания разнообразных кистей, и смешивая цвета, получил такой охуительный ретро-вэйв оттенок, навесил полнолуние, обработав пастелью и вуаля. Нравится. Много времени занял поганый лес, ну, тут я сам виноват, можно было по-иному оформить. Потом подошла очередь мультяшного, малолетнего пастуха. Маленький деревенский паренёк вышел на эту полянку, в надежде отыскать забрётшую сюда самую тупую корову из стада. И тут малый начинает понимать, что ему пиздец, извините за выражение, спасибо, пожалуйста, спасибо. А корова-то давно уже дома, и туповат, в итоге сам пацанёнок. Вот это я вредни сочинил, это снова флишбейки в голове. Так вот, родня пастуха-даома доедают жаркое из той самой коровы, а кикимора доедает пастуха. Всё как природа задумала. Итак, дружочек, оформление ночного леса, атмосферный лунный свет падающий на кору деревьев, плавно рассеивается, словно снежок зимним вечером. Создаётся впечатление, что вся поляна светится изнутри, и ни одной консервной банки или пластиковой бутылки в траве. Хороший лес. Не засранный. Так вот, что под ногами у кикиморы, а там всё просто, предыдущий ли пастух, точнее всё, что от него осталось. На первый взгляд это, всего лишь бледно, багровые пятна в зарослях, но можно угадать лежащее тело. Кажется парень совсем потерял голову. А нет, вон она у кикиморы, на палке висит. Висит и смотрит на своё тело, страшно удивляясь. Бедолага. Выпьем за него. Ну что ж, итоговый вариант после исправлений, всем удачи дружочки, помните, счастье в жратве.